Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня хочу вам показать свою очередную работу. Эта работа не очень сложная, его можно сделать очень быстро. Это шоппер, это обычный шоппер, который у нас дома было. Но я решила сделать из него необычную, национальную. Поэтому для этого нам нужны были кусочки ткани. Недавно я дочке сшила жилет из национальной ткани Адрас. У меня остались кусочки. Предварительно я хотела просто закрыть вот эту надпись, чтобы не было видно. Конечно, первые мысли были там сделать кармашки. Но так как кармашки потом отодвигаются, надпись будет видна. Поэтому решила просто пристрочить полоску ткани. Взяла, нашла ткань, где поровнее, отрезала ткань по кругу. Вот она предварительно. На швы, конечно, я оставила по полтора, может быть даже и по два сантиметра. Потому что точную ширину я еще не знаю, какую я сделаю. Но предварительно вот так будет. Потом я вывернула шоппер и примерно предварительно по намеченным линиям стала распарывать аккуратненько швы, чтобы не навредить основной ткани. Ну, что я хочу сказать. Моя дочка ходит на разные мероприятия. Конечно, можно и в европейском ходить, можно и в национальном ходить. Но есть такие мероприятия, где именно нужно подчеркнуть каким-нибудь деталям одежды или аксессуарам. Национальность. То есть наша национальная одежда. Это тюбетейки вышитые, это атлас, адрас и вышивка национальная, которая есть в моих подушках. Вы можете посмотреть. Это называется чакан. Значит, что я сделала? Я взяла, вот распорола с двух сторон, наметила карандашом, а потом на ткани тоже на один сантиметр наметила. Вот прикрепила два линии, две линии булавками. Вот так примерно будет выглядеть. И пошла строчить. После того, как прострочила строчку, убрала все нитки, вывернула, отутюжила. Нижнюю часть сколола булавками. Ровненько. И пошла строчить строчку с двух сторон на 0,1 сантиметр. По нижней части и по верхней части. После того, как прострочила, вывернула шопер на изнашенную сторону и обработала швы, которые я распарывала. Убрала все нитки, отутюжила. Посмотрите, какая красота получилась. Продолжение следует... Продолжение следует...